Каким должно быть здоровое питание? Об этом в минувшие выходные рассказывали в образовательных учреждениях города. Мэр Владимир Шарыпов лично посетил столовую в 56-й школе. Пытаемся развенчать миф о том, что детское школьное питание это невкусно или еще что-то, или долго. На самом деле это очень сбалансированная еда, очень хорошо вкусно приготовленная. Я об этом уверенно могу говорить, потому что когда я посещаю школы, я всегда иду в столовую и пытаюсь там с детьми об этом поговорить. И если хватает времени, сам попробовать то, что они едят там на обед или на завтрак. У учеников отсутствует культура питания, отмечают специалисты, из-за чего у подростков все чаще возникают проблемы со здоровьем. Дети уходят в школу без завтрака, а вместо обеда предпочитают вредные перекусы. Чтобы наглядно показать школьникам, как правильно питаться, в столовой провели большую выставку-дегустацию. Целый город пришел к нам на концерт, много дегустаций, было очень вкусно, полезно. Там есть стенд нездорового питания, чипсы, гамбургеры, кола. Это все достаточно нездоровое питание, потому что в организме оно вызывает всякие разные плохие действия. Полезное мероприятие и для родителей. Прогулявшись по выставке, взрослые узнали о предпочтениях своих чат, о том, какая пища наиболее полезна для всестороннего развития детей. И самое главное, как составить рацион. Был предложен такой день, который открыл двери школьных столовых для родителей. Нам очень важно их мнение, нам очень важно, чтобы школьные столовые могли совершенствовать свою работу и чтобы наши дети питались все-таки здорово. Закрепить полезные знания решили викторинами по здоровому питанию. Участие приняли и родители, и дети, и учителя. О витаминах и полезных веществах, здоровой пище и правильных привычках рассказали профессиональные диетологи. Врачи уверяют, сбалансированное питание – залог хорошего настроения и успешной учебы. Оно должно быть, прежде всего, вкусным, оно должно быть свежим, оно должно быть красивым, питательным. Я увидела здесь и белок животный, то есть это в достаточном количестве. И крупы, каши я увидела, это очень важно. Также я увидела овощи, я даже увидела фрукты, увидела кисели. Это тоже очень сейчас важно для питания. В управлении образования уверяют, если детей школьная пища не устраивает, папа и мама могут повлиять на ситуацию через родительские комитеты, управляющие советы школ и обращения в мэрию. Работать над культурой питания рекомендуют и дома, прививать здоровые привычки, отучать от чипсов и газировки. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.